с крымским татаром какой у нас путь с instagram с крымскими татарами это очень большой вопрос я честно говоря даже боюсь немножко его задевать то что я неправильно скажу каким-то образом сейчас вот такая ситуация во всем мире да почему-то большие народы пытаются ассимилировать мелкие ну вспомним любое начиная от русских которые относятся с великорусским шовинизмом к украинцам и белорусам то есть считает не отделяет их от русских они такие же русские и бумаги какие вы молодцы мы их не отделяем то же самое как чеченцы к ингушам относятся типа мы один народ войнахи а те которые против что мы один народ те предатели типа так же как казахи канагайцам татары ко всем тюркам относятся ну это называется как вот великорусский шовинизм это велико казахский шовинизм велико татарский шовинизм и так далее и вот сейчас если мы начнем говорить что типа крымские татары это нагайцы ну и начнем жестко то бомбить будет так говорит как выражается мои дети то чего мы добьемся мы добьемся отношения того же как сейчас казахи нагаяться то есть казахом или нагается относится татарам то есть если ты не хочешь чтобы тебя относились так как короче относится к тебе только так как ты относишься к другим понимаешь нас начнут просто ненавидеть правильно а нагайцев в мире не так уже много чтобы могли разбрасываться своим человеческим материалом поэтому у нас другого пути нету как признать самостоятельным отдельным историческим народом крымские татары что по факту есть это единственные татары в мире которые сами себя называли татарами казанские татары не называли другие татары ну какими-то сибирски там многих видов существует да никто не назвал себя татарами а крымские татары называли себя татарами ну во всяком случае их правители так называли поэтому мы должны признать что они крымские татары а в своем составе они имеют нагайцев и через через нагайцев они очень близки и родственны нам вот так вот конечно же естественно у меня тоже душа болит за нагайцев и прямо таких хочется я даже по моему где-то там каких-то этих писал да вы чё там типа какие вы татары татарах не существует типа вы нагайцы но надо уметь ставить себя на место другого человека поставьте себе на место другого человека который вырос тем знанием он всегда знал что он татарин да и тут вдруг приходит какой-то этот нагаяц ему нет ты не татарин ты нагреть и причем причем до нас это уже произвели кто казаки казаки произвели правильно татары произвели они видят другие там русские украинцам сказали такие вещи чеченцы этим и ушам и таких примеров много лезгины и по отношению там к своим этим и субботносы у них тоже есть везде субботносы и вот соответственно нация строительство нашло до последнего времени до недавно времени и тут вы хотите то есть мы хотим на нагайцы хотим прийти разрушить сразу резко их там да и сказать вот типа вот и нагать мы забираем да сами нагреться на это не пойдут просто-напросто знаете я хочу выпустить видео по поводу все слова татарин по идее на самом деле татарами почему-то называли нагайцев но это было их за этноним то есть татары это нагреться и мы имеем на него право полное гораздо больше чем казанские татары которые татарами не назывались вот так вот их верхушка которая была из нагайской знати они назывались татарами и соответственно от них перешло уже ко всем остальным вот и все поэтому по идее мы имеем право на это слово татар но раз оно уже занято поэтому мы нагреться и не только поэтому в общем сама название то все равно нагреться правильно а это всего лишь экзоэтноним нас так называли но не их называли так поэтому даже в этом смысле мы имеем больше прав на слово татарин чем они примерно короче приблизительно объяснил ребята я сильно углубляться в это дело не хочу потому что боюсь чем-то портачить здесь очень опасно это лишнее движение делать есть рамиль ишмухамбетов есть абдуалим максутов есть десятки людей которые могут должны понимает больше чем я не ученые они моложе чем я не следят за языком своим лишнее не болтнут они в теме надо у них спрашивать инжала подпишитесь на абдуалима максутова подпишитесь на юртам параштвайдар называется канал тоже в абдуалима максутова на канале вообще только одни ученые там минимальный как сказать уровень к выступающего это кандидат исторических наук ну вообще нам кандидат наук это минимальный уровень вы представляете да потолок какой высокий до него принципе до его канала никто не допрыгнет и никогда не допрыгнет слишком большие требования